Рамис, здравствуйте. Летаю вас, дякую за запрошение. Рад вас видеть в добром здравии. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине. Глава МИД Индии подтвердил, что Украину и не пригласили на саммит G20. И даже назвал причину. Интересно, что Россия там будет представлена. Ну, потому что она постоянные члены, это понятно. Но что сказал представитель МИДа Индии? Что здесь будут решать на саммите G20 экономические вопросы, а это не совбез ООН. Но мы помним, что прошлого года, в 2022 году, Украину пригласили на G20. Почему Индия отказалась все-таки приглашать Украину? И может ли это быть какой-то плохой знак в сотрудничестве двух стран Украины и Индии? Во-первых, это не окончательное решение. И это решение можно в течение пяти минут поменять одним звонком президента Соединенных Штатов Америки на родном ремонте. Это первое. Во-вторых, в прошлом году, вы помните, президент Украины получил официальное приглашение. Россия там не была представлена. Экономический этот форум или политический форум, давайте не будем заниматься словоблудем, это политическая платформа, в первую очередь, где собираются 20 экономик на планете. И туда приглашают разные страны, которые не входят в эти G20. Как это было в прошлом году с той же Украиной. Я бы большой трагедии из этого не делал бы, если этого приглашения не последует. С учетом того, что и Россия там не будет представлена на уровне президента. Я не думаю, что если он по сегодняшний день президент России не покидал территорию России, я имею в виду, кроме той территории постсоветского пространства, которая на земле и на воздухе он контролирует. Я имею в виду, Ереван ездил на саммит ОДКБ, потом он был в Астане, в Самарканде. Поэтому одно дело туда ездить, другое дело ездить в Индию, ездить в Индонезию, Пекин или же в ту же Турцию. Пока что таких телодвижений он себе не позволял. Поэтому мы должны это понимать точно так же. Можно подключиться и по онлайн-конференции. В конечном итоге не обязательно там физическое присутствие. Просто надо понимать, надо ли это сегодня в Украине. Насколько это судьбоносно, насколько это важно. И я так понимаю, дипломатическая работа еще на эту тему продолжается. И этот вопрос еще не закрыт. Но делать из этого какие-то далеко идущие выводы, это неправильно. Потому что это не тот саммит, главный саммит для вас, это саммит Семерки. Главный саммит для вас, это саммит НАТО и саммит глав Евросоюза. Потому что это ваши союзники. А там собираются не ваши союзники только, а собираются те, которые не являются сегодня вашими союзниками. Они не являются союзниками и коллективного Запада в прямом смысле. Они не являются и в прямом смысле союзниками той же России. Они ситуативные союзники, как коллективного Запада, так и той же России. Именно ситуативные. Вот выгодно они будут, выгодно работать. Вот даже видите, как Бразилия и США работает, и с Россией. Индия работает, и с США, и с Россией. Китай работает, и с США, и с Россией. Вот в этом плане. Просто, конечно, вы не в той весовой категории, чтобы у них такое же было ситуативное отношение к вам. Я это имею в виду сегодня. Ну, просто учитывая, что за вами сегодня стоят США, коллективный Запад, и там вкладываются. И они делают все для того, чтобы вы выстояли в этой войне. И в конечном итоге вы можете победить с их точки зрения, как они рассматривают. Поэтому они не хотели бы и с вами усугублять отношения. Поэтому в прошлом году сделали реверанс в эту сторону. Если вы хотели бы, чтобы и в этом году это было усиливалось бы, ну, естественно, надо усиливать дипломатическую составляющую и действовать через лидеров семерки на ту же Индию. И вполне возможно, этот вопрос может быть решен. Но сказать, что здесь какие-то далеко идущие выводы, и кто-то от этого в той же России может победить, это глупости. Потому что ни на прошлом саммите, ни на этом саммите не будет принята какая-то единодушная декларация, которую устроит коллективный Запад и в том числе тоже Украину. Вспомните, как обтекаемо говорили именно на тему этой войны. Потому что эти страны, которые там собираются, многие, да, вот эти в первую очередь страны БРИКС, они не будут поддерживать резолюцию как в прошлом году, так и в этом году. Потому что пока у них есть возможность для маневра играть между Западом и Китаем, между США и той же Россией. Поэтому пока эта возможность будет у них стоять, они будут вот точно так же действовать в отношении Украины. А как только позиции Украины и на поле боя будут улучшаться и усиливаться, ну тогда вы увидите и реверансы в вашу сторону. Если говорить о союзниках России, таких как Иран, вот Financial Times пишет, что якобы встречались представители Тегерана и Вашингтона, и США склоняют официально Тегеран не поставлять эти вот шахеды, дроны России. А вот если они не будут поставлять, тогда США готовы помягчить вот эти санкции. И даже там идет речь о том, что сможет Иран делать частично как-то ядерное оружие. Как вы считаете, может ли сейчас США договориться с Тегераном, чтобы он не сотрудничал с Россией? Соединенные Штаты, если абстрагируемся, так они могут все. Они могут улучшить отношения с Китаем, они могут улучшить отношения с Ираном и с любой другой страной на планете. Просто другое дело, какая стратегия сегодня стоит перед Соединенными Штатами Америки и конкретно перед нынешней администрацией, потому что нынешняя администрация – это не предыдущая администрация, республиканцы, демократы, они отличаются. И в условиях начала предвыборной кампании и в условиях этой войны, где Соединенные Штаты играют самую важную роль для Украины и для всего коллективного Запада в противостоянии с тем же Китаем, надо понимать интересы США и насколько они готовы двигаться в этом направлении. Я не слышал никаких разговоров по поводу БПЛА, и вы же знаете, я не люблю комментировать вот такие утечки в тех различных газетах, потому что нет никакой ссылки на какие-то официальные источники. Это просто умозаключение редакции газеты, которые придумывают пару часто со ссылкой на какие-то высокопоставленные персонажи в той или иной структуре власти. Но другое дело, то, что известно, это я знаю, что идут долгие переговоры по поводу обмена 5 на 5, это между 5 арестованных граждан США и 5 арестованных граждан Ирана, здесь в Соединенных Штатах Америки, и 6 миллиардов замороженных денег в Корее, которые будут переведены в Катар и будут находиться под контролем Катара и Соединенных Штатов Америки. То есть эти деньги не смогут напрямую Иран использовать, эти деньги будут даны под конкретную гуманитарную программу, и эти деньги пойдут в гуманитарную область. То есть на эту тему разговор есть. В Америке, для Америки это нормальное явление, освобождать из плена своих, обменивать их, вы видели, много раз, и с той же Россией. Поэтому возвращение любого гражданина США, это, конечно, положительный кредит для рейтинга той или иной администрации. Поэтому это есть, да. И что касается того, что вы сейчас процитировали, как посадили на то, что в обмен на то, там, ядерной программе, я не верю, чтобы на таком несерьезном уровне и на таком несерьезном, такие серьезные вещи бы обсуждались бы. Потому что у Ирана, помимо проблем с этими пленными, у них есть намного больше проблем, которые одно время перед предыдущей администрацией заблокировала и вывела Соединенные Штаты из этой сделки. Если вы помните, тогда были разморожены огромное количество авуаров, поэтому Иран нуждается именно в этом, потому что на шее уже более 40 лет это огромная удавка, и экономическое положение Ирана от этих всех санкций оставляет желать лучшего. И, конечно, и поэтому в качестве разменной монеты может использоваться и ядерная тематика. В этой вопросе Евросоюз, в первую очередь, Франция полностью поддерживает Иран, и поэтому выход США из этой ядерной сделки во времена Трампа Евросоюз не поддержал, и они, конечно, делают сегодня все возможное для того, чтобы возобновить это, и чтобы таким образом можно было бы Иран удерживать от резких телодвижений в ту или иную сторону, в сторону России или в сторону Китая, тем более в поставках оружия на Украино-Российский фронт, где тот же Евросоюз и Соединенные Штаты Америки имеют конкретный интерес. Да, на эту тему можно предположить, могут идти какие-то разговоры, но я не думаю в рамках нынешней этой сделки, потому что это другая тема. Здесь две разные темы, и эта тема, связанная с ядерной программой, она всегда шла, она идет, она за закрепленными мерами продолжается, просто пока не видно просвета в этом вопросе. Скорее всего, это точно так же будет использоваться в качестве аргумента для усиления предвыборной риторики демократической партии, потому что сегодня еще предвыборная кампания только-только берет старт. Точно как эта война, к сожалению, так и все другое, что будет происходить на внешнем политическом фронте, рассматривайте через призму предвыборной кампании здесь Соединенных Штатов Америки. К сожалению. Вы вспомнили о том, что будут выборы, и вот мы знаем, что сейчас готовят голосование о помощи Украине в размере 24 миллиарда долларов на следующий год. И говорят, что не так уже все однозначно, не так уже все за то, чтобы помогать Украине. Как вы считаете, вам однозначно это знаете лучше нас. Проголосует Конгресс, дадут Украине 24 миллиарда, или возникнут какие-то вопросы и проблемы? Можете не беспокоиться, все будет в порядке. Это будут спекуляции точно так же. Спекуляции иногда будут зашкаливать, и у вас будет страх, как будто бы вот-вот-вот. На это не обращайте внимания. Это предвыборная кампания здесь США, и республиканцы-демократы это будут использовать в качестве спекуляции. В конечном итоге это все будет сделано. Можете на это темно не беспокоиться, потому что Америка заинтересована намного не меньше вас в вашей ситуации, чтобы такого типа спекуляции работали бы только на позитив. Как на республиканскую партию, так и на демократическую. Все те, кто будет сегодня выступать в жесткой форме против поддержки Украины, они не будут получать определенные дивиденды. Точно так же, как и президент Дональд Трамп, бывший президент, который имеет поддержку конкретно в сугубо своем консервативном электорате. В целом, если взять электорат той же республиканской партии, если взять за 100%, большинство республиканцев также являются сторонниками поддержки Украины. А вот эти все те, которые поддерживают конкретно президента Трампа, они не являются большинством американцев. Точно так же, как есть такие же полезные идиоты и в стране радикальных левых, я имею в виду демократов, 30 конгрессменов. В прошлом летом, помните, письмо написали. Но опять же, двупартийная поддержка, как в Нижней Палате и в Верхней Палате, она обеспечена. И в этом вопросе конкретно касательно Украины и администрация, и эти две палаты работают рука об руку. И они, я думаю, найдут варианты соломонового решения, чтобы это не затронуло бы в конечном итоге поддержку Украины. Это будет, конечно, они будут бодаться по своим другим вопросам, но я думаю, в конечном итоге это на финансовой поддержке Украины не затронет. Наши министры иностранных дел Кулеба Дмитрий сказали, что Китай, Индия, Бразилия – это те страны, которые могут как-то повлиять на Россию в войне против Украины. Господин Инус, как вы считаете, есть какие-то шаги Запада или какие-то шаги Соединенных Штатов в Америке, чтобы как-то убедить Китай, чтобы он повлиял на Россию для окончания этой кровопролитной войны? Есть, конечно. Для этого надо усиливать военную составляющую украинской армии. Вот и все. Других решчагов влияния здесь нет. Давайте не будем обманываться. Это не вопрос дипломатии. На силу должна быть демонстрирована сила. Вот и все. Если будет достаточная сила, вот на том уровне, на котором сегодня Соединенные Штаты и Запад поддерживают Украину, вот на том уровне и поддерживают Россию вот эти страны БРИКС. Заметьте, они так сильно тоже не поддерживают. Сказать, что очень сильно – нет. Но, с другой стороны, они проявляют определенную лояльность и со страхом оглядываясь на Вашингтон. Вы это видите. Поэтому, в зависимости от того, как будут сильны украинские позиции на поле боя, тогда вы увидите и большее давление со стороны этих стран на Москву и, в первую очередь, со стороны, конечно, Китая, той же Индии. И увидите, тихо-тихо, как они начнут дрейфовать еще больше. И если они в Копенгагене не были, а в Джидзи они появились, я имею в виду Китай, значит, и дальше надо сделать так, чтобы увеличилось количество стран, которые в Организации Объединенных Наций, там их порядка 40, которые не голосовали. Потому что это не их война. Но нужно сделать так, чтобы прагматизм в этих странах возобладал все больше и больше. На Западе же тоже этого прагматизма не было 24 февраля прошлого года, включая Соединенные Штаты Америки. Но уже видите, прагматизм чуть-чуть забладал, и уже более 50 процентов, как будто бы поддержка со стороны коллективного Запада есть. Это поддержка коллективного Запада касательно Украины. Значит, а чем отличаются эти страны БРИКС в отношении их взаимоотношениях с той же Россией? Поэтому они должны видеть, Россия на ногах, Россия проигрывает или Россия побеждает? Ситуация с Россией в каком направлении будет развиваться? И в зависимости от этого они будут делать свои телодвижения. Господин Юнус, если говорить о том, что Украина начала консультации о гарантиях безопасности сначала с Соединенными Штатами Америки, потом с Великобританией, Как вы считаете, это шаги для отстрочки вступления в НАТО или это пока что альтернатива перед вступлением в НАТО? Нет, это не отсрочка и это не альтернатива. Это просто процесс, который должен пройти от Вильнюса до Вашингтона. И это политический процесс. Точно так же в Копенгагене совещание, потом в Джизе собрали снова. Что это такое? Это политический процесс. Там 20 стран собралось, здесь 40. Вы понимаете, если у вас дорога тысячи километров, вы же не можете сразу прилететь в одной части, оказаться на финише. Вы должны начать ездить, начать двигаться в этом направлении, чтобы прийти к финишу. Плюс вы должны хорошо понимать, что вас может ожидать, потому что по мере того, как вы будете двигаться по этому пути, у вас там могут быть кочки, мины, там разные проблемы будут возникать. Это как касательно движения, я имею в виду в прямом на трассе или же в политическом плане движение вот этого политического движения от Вильнюса до Вашингтона. Просто нужно работать, конечно, нужно усиливать все эти нарративы украинские, которые Украина смогла заработать на последнем саммите НАТО в Вильнюсе. Сказать, что там вы все заработали и так все хорошо, вы же прекрасно понимаете, что это не так. А коль это не так, значит, надо усиливать. Надо усиливать это в рамках Семерки, в рамках тех решений, которые Семерка приняла о гарантиях безопасности. Просто надо разобраться, что это за гарантии безопасности, в каком виде они будут выглядеть, пока идет эта война. То есть, как это будет отражаться на поставках вооружений. То есть, сегодня, завтра и после завершения этой войны. То есть, сегодня, пока идет война, завтра, когда это дойдет до саммита в Вашингтоне и послезавтра, когда завершится эта война и где будет место Украины в этой системе безопасности. Просто для этого надо работать со всеми странами, чтобы у вас была бы ясность такая, как есть у Израиля, у Южной Кореи, у Японии, которые не являются ни членами Евросоюза, ни членами НАТО, но имеют соответствующие гарантии безопасности. Размытость не должна присутствовать ни в чем, в условиях той полномасштабной экзистенциональной войны, которую проводит Украина. Поэтому, однозначно, это процесс, в котором надо принимать активное участие и проталкивать свои нарративы, усиливать эти нарративы. Господин Ильин, спасибо Вам за этот разговор, спасибо Вам за основательную аналитику, за разъяснение геополитических процессов и главное то, что нам не нужно беспокоиться за поддержку Соединенных Штатов Америки, о чем мы с Вами говорили. Спасибо Вам. Дякую, до побачья. Слава Украине. Героям слава. Геннадий, здравствуйте. Да, Игорь, приветствую Вас, приветствую всех, кто с нами в эфире. Анджей Дуда, президент Польши, сказал следующее, что Россия начала перебрасывать тактические ядерные оружия в Беларусь. Геннадий, как Вы считаете, это сильный шаг, это чтобы запугать Запад и запугается ли Запад, потому что уже 18 месяцев войны, мне кажется, что уже никто ничего не боится. И вот это перебрасывание, это только исключительно политика? Я надеюсь, что да. Я думаю, что это ядерный шантаж, о котором мы много раз с Вами говорили. Это ядерный шантаж, вот они сейчас будут перебрасывать, перемещать, делают заявления. Медведев делает одни заявления, Алкашенко делает другие заявления. Ну, Вы напрасно думаете, что ничего Запад не боится уже за 18 месяцев войны. Конечно, боятся. Они, конечно, боятся безумия в Кремле. Кремль, в общем-то, и играет эту роль безумных, которые способны применить ядерное оружие. На самом деле, я думаю, что они не способны, не готовы применить ядерное оружие, потому что это будет означать их быструю смерть. А помирать они не готовы, они привыкли жить и привыкли жить хорошо. Поэтому ядерный шантаж, увы, это тот инструмент, который будет постоянно присутствовать в взаимоотношениях с Западом и с коалицией. Но я считаю, что риск применения ядерного оружия ничтожен. Если вспоминать встречу, о которой договариваются Эрдоган и Путин, сейчас вот последнее, что сказал Эрдоган, что он таки прилетит где-то в сентябре в Россию. Раньше говорили, что в августе Путин должен полететь в Турцию, потом в конце августа, потом, что может не полететь. Вот он не полетел на саммит Брикс в ЮАР, да. Скажите, пожалуйста, а Путин панически боится куда-то двигаться с Кремля? Потому что, ну мы видим, что все встречи, которые ему предлагают, он не летит. Я думаю, что Путин понимает, что власть-то слабла. У нас же все происходит, когда там царя нет. Если уж там не душ ты его подушкой или там еще что-то, то все происходит в отсутствие диктатора. Поэтому я полагаю, что он боится оставлять Москву. Не по причине, что его там арестуют, а по причине того, что что-то может произойти в Москве, когда его не будет. Это первая причина. Вторая причина, конечно, что он боится, что там самолет могут сбить, но, наверное, эти страхи они пока еще напрасны. Все-таки им особо никуда не летает, на какие-то территории приличные, где его могут сбить. А там, где он летает, там, в общем-то, пока, наверное, безопасность гарантируется. Но, в любом случае, ему не нравится сейчас. Я думаю, что еще с Эрдоганом тут не только вопрос его безопасности, что он не полетел в Стамбул или куда-то, в Ангару. Вопрос еще в том заключается, что похоже, что у них с Эрдоганом какие-то серьезные противоречия, которые они не устранили, которые являются препятствием для заключения каких-то соглашений или вырубки каких-то решений. Ну, например, понятно, что Эрдоган хочет, чтобы Путин вернулся в так называемую зерновую сделку. И он показывает всему миру, Эрдоган имеется в виду, что он способен влиять на Путина, способен влиять на Россию, быть неким посредником, быть неким такой резервной площадкой, в том числе для каких-то консультаций, переговоров. Ну, и какую-то важную роль играет в мире. Вот это он хочет Эрдоган показать. А вроде, наверное, сейчас не получается. Путин закусил дела и, типа, говорит, никуда никаких переговоров не будет, никакой зерновой сделки возвращаться не хочу. Но Путин тоже выпендриваться сильно нельзя с Эрдоганом. Во-первых, Эрдоган тоже знает, как разговаривать с Путином и применяет легко вот этот язык силы. Во-вторых, Турция стала одним из важнейших транспортных и логистических хабов России по многим типам товаров, комплектующих и так далее и тому подобное. Если эту калитку перекрыть, там мало не покажется в России. Там не так много калиток, через которые нужные товары поступают в России. Вот через Турцию идут, в том числе, те, которые там двойного назначения под санкционные товары. Они там попадают через третьи страны, целая цепочка, а потом через Турцию доставляются в Россию. Ну, по крайней мере, мне об этом рассказывали люди, знающие больше меня на эту тему. И понятно, что есть рычаги давления серьезного Ордогана на Путина. Посмотрим. Мне кажется, хочет... И у меня такое ощущение, что Ордоган все-таки хочет Путина додавить. Прилететь самому в Москву и додавить Путина до принятия каких-то решений. Но это мое ощущение. Оно может быть не точным. Скажите, пожалуйста, Геннадий, а Ордоган имеет рычаги, чтобы додавить, надавить на Путина? Конечно. Я же сказал, что, допустим, сегодня гигантская часть товаров различного значения приходит в Россию. Если не китайские товары идут, которые сейчас заполонили Россию, все остальные товары, очень большая часть идет через Турцию. В том числе те товары, которые современные, технологичные и так далее. То есть, там даже есть схема, как мы рассказывали, когда через Турцию, через ряд других стран пытаются обходить санкции, поставляя в Россию товары, попадающие под эти санкции. И Турция в этом играет важную роль. А вот, кстати, если говорить о внутри России, что сейчас с экономикой, Геннадий? Потому что рубль падает, говорят, что валюта убегает из страны. И все экономисты очень и очень сейчас, можно сказать, переживают, потому что реально большие проблемы. Тут есть несколько точек зрения. Знаете, как говорится, два юриста три мнения, а два экономиста, может быть, и пять мнений. Поэтому они, так сказать, с одной стороны вроде бы так, а с другой с этой, а с третьей, с пятой, с десятой стороны по разному статусу выглядят. С одной стороны, действительно, ситуация ухудшается довольно заметно и резко. Цифры те, которые объективно свидетельствуют о серьезнейших проблемах в экономике. Вот, например, Институт макроэкономического анализа изучает экономику. Он опубликовал данные по уходу валюты из России. 200, ну, я сейчас точно не помню, 43-47, ну, грубо говоря, 250 миллиардов долларов. Это абсолютный рекорд всех времен. Такого никогда не было. Даже в 2014 году, когда, в общем-то, началась эта гибридная война, она шокировала общество, расколов его, так сказать, на сторонников, противников этой позорной войны. Даже тогда ушло из России порядка 150 миллиардов. То есть уже вот была такая паника в бизнесе, но ушло 150 миллиардов. За 22-й год ушло 250 миллиардов, там, округляем. Это говорит о том, что это, причем там Институт приводит данные, что это, если память не изменяет, 14% всего ВВП. То есть каждый седьмой, так сказать, рубль с каждой седьмой произведенной товар или услуги сбежают за рубеж в денежной форме. Вот это большая проблема. Восполнить эту проблему пока до конца не получается. Конечно, идут гигантские потери по экспорту нефти и газа. Но что пока есть в реалии? У Путина пока есть достаточно резервов. Достаточно резервов на войну. Резервов на мирную жизнь нет, ресурсов на развитие нет, ресурсов на улучшение материального положения и стандартов жизни населения нет. А вот на войну эти деньги находятся. И деньги находятся в том числе по тому экспорту, который идет в Азию, в Китай и так далее, в ряд других стран. С той же Турцией большой товарооборот. И вот эти деньги, они позволяют Путину поддерживать войну, по сути дела, финансировать войну. Пока еще резервы у него есть. И вот списать... Да, с одной стороны, конечно, население все глубже и погружается в нищету. Мы это видим по качеству товаров на полках, по среднему чеку. Понятно, что идет серьезнейшее обесценение рубля. И мы видим, что рубль уже там упал, да, курс его упал сто с лишним за доллар. И вот даже сегодняшний откат, я думаю, что это дело временное, он постепенно дальше начнет падать. И до каких там пределов он упадет, сказать сложно. Но то, что он будет больше ста, у меня сомнений в этом нет никаких. Вот. Поэтому рубль превращается в фантики. При конвертации, конечно, этих фантиков становится больше. Но покупательная способность этих фантиков резко падает. Это, кстати говоря, с одной стороны обнищение населения, а с другой стороны помогает Путину ввести вербовку людей за эти фантики, обесценивающиеся, на войну против Украины. И мы видим, что они заливают вот эту мобилизацию пока деньгами. Они готовятся, конечно, условия такой массовой принудительной мобилизации. Но они все-таки пока заливают деньгами большие подъемные, большие зарплаты. И нищий народ депрессивных, особенно регионов, там, где зарплата, ну, допустим, миллион сразу обещается в течение месяца подписавшему контракт. Подъемные, первая зарплата, там, около миллиона получается. А у него зарплата 23 тысячи. Конечно, вот, там, вся семья, весь подъезд, все родственники говорят, Вася, иди, хоть закроешь долги, там, еще чего-то. И идет давление и пропаганды, и вот нищего этого окружения. Воюет нищий. Вот если мы там берем социальный состав сейчас тех людей, которые идут на войну, на братоубийственную войну в Украину, это, в основном, низшие социальные слои. Они до известной степени маргинализированы. Вот. Но так как они идут за деньги, там, их уже, а, не жалко, и, б, они, конечно, мотивированы на то, чтобы выжить все-таки, несмотря ни на что. Хоть и огромные потери несет российская армия, и количество гробов возрастает. Ну, вот, как бы, так сказать, нет такого сожаления, какого-то такого всеобщего, потому что люди хотят сорвать джекпот, ну, вот, кому-то удалось, кому-то не удалось, как говорится, как карты лягут. Поэтому пока вот так. Сказать, что там какая-то вот уж совсем полная безнадега, тоже мы не можем. Товары бытового назначения в магазины поступают. Да, резко упала качество, резко упала, так сказать, номенклатура этих товаров. Но, в целом, магазины на полках почти все есть, необходимое, пусть другого качества. Рестораны какие-то, кафе работают, в предприятиях бытовых всяких услуг необходимые услуги эти оказываются. То есть, какого-то вот такого товарного голода в России сейчас нет, видимого товарного голода. товары есть, у населения просто намного меньше денег, чтобы их покупать. Вот это ощущаю. Ирнадий, если вспоминать, вот мы уже говорили о выборах в марте 2024 года. Как вы считаете, реально ли то, что Путин побаивается не того, что он проиграет, да, это понятно, что ему нарисуют, но то, что регионы могут нарисовать не те цифры, которые Кремль бы хотел, да, не 98, не 148, а какие-то 60, 50, и тогда начнется тот процесс, что смотрим, что не все поддерживают Путина. Ну, ему хочется доказать, в первую очередь, даже не сколько там Западу, он понимает, что никто выбора не признает в такой ситуации. А ему нужно доказать, как вот сейчас утверждают многие наши коллеги, эксперты, что он избираем, а вот они все остальные, имеется в виду там министры, правительства, генералы и так далее и тому подобное, все вот эти губернаторы, они все по сути назначаемы. И этим он от них отличается, и этим он круче, и этим он, вот, как бы так сказать, достоин первой роли тем, что его все равно народ избирает в любых обстоятельствах, то есть у него в роли есть какая-то народная поддержка. Для Путина сейчас это важно доказать не сколько там внешнему миру, не сколько народу, своему собственному, народу сейчас, в общем, по большому счету, по барабану, а вот своему окружению, что за меня все равно голосуют. За вас, кто не голосует, я вас назначаю, что у нас с вами разные весовые категории, разные качества. Я получаю власть от народа, а вы от меня. Вот у нас такое впечатление, что именно для этого Путин устраивает выборы, потому что в противном случае они бессмысленны, ну, то есть их просто нет, конкуренции нет, поляна зачищены, народ угнетен, никаких возможностей вести какую-либо реальную борьбу за президентский пост нет, ну, поэтому вот, собственно говоря, что выбрать? Отмени их на период войны, на неограниченное время, и оставайся уж в конце концов, раз ты захватил власть до тех пор, пока там тебя действительно подушка не придушит, или там не запрут в бункере, чтобы ты там сидел до скончания века. Поэтому вот, мне кажется, такое впечатление, что он хочет доказать, в первую очередь, своему окружению, своей челяди, своим подчиненным, вот всей этой элите, которая под ним, что он главный, потому что народ его избирает. Геннадий, вот, да, мы говорим о выборах в марте 2024 года. Как вы считаете, хоть кто-то может что-то предоставить Путину Кремлю, или это будет вот пьеса одного актера, который просто переизбирается на второй строк, если можно сказать, переизбирается? Ну, никакие, если вы имеете в виду, это будет для конкурентов, серьезные, ну, конечно, нет, откуда им взять, иных уж нет, а те далече, как говорится, да. Никаких конкурентов там не будет. Еще будет проблема найти спарринг-партнера, мало будет желающих. Ну, будут какие-то фрики, да, которые совершенно, вот, помните, как Жириновский, как своего охранника, сделал кандидат на президенты Кремля, мы даже уже не помним его фамилии, наверное, уже и не вспомним, но мы помним, что такой эпизод был. Вот что-то наподобие будет, наверное, в этот раз, по сути дела, Путин превращает такой внутренний референдум по доверию эти выборы, типа, показать, а народ не верит. Вот видите там балбесы, которых я назначаю, мне народ верит. А вот вас сейчас запусти на выборы, вот посмотрим, что у вас будет. Вот, по сути дела, на мой взгляд, это выглядит примерно так, никакой конкуренции, конечно, не будет, какие-то будут фрики, какие-то будут технические кандидаты, которым, даже этим кандидатам будут выставлены жесткие ограничения при введении избирательной кампании. Даже этим, вот этим фейком будут выставлены, посмотрите, жесткие условия введения кампании, они, наверное, будут примерно говорить так. Конечно, победа Владимира Владимировича очевидна, он великий президент, но мы хотим сказать, что у нас есть в России альтернатива, и вот мы ее представляем. И мы хотим вот там то-то, 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 помочь Владимиру Владимировичу довести дело там до какого-то победного конца. Ну, что-то вот подобное будет присутствовать лейтмотивом в этой избирательной кампании, но, как говорится, запомните этот твит, запомните этот эфир, запомните наши слова, скоро мы все это увидим, но у меня впечатление, что 24-й год, у меня впечатление, все-таки будет годом краха Путина, и не на выборах, а по-серьезному, по-настоящему. До выбора или после, или затрудняетесь сказать? Ну, я затрудняюсь сказать, по ощущениям это может произойти и раньше, и может произойти и после выборов. Я пока не понимаю, как они собираются удерживать власть, чем. И вот у меня очень большие сомнения в том, что Путин сможет пережить 24-й год. У меня такие сомнения есть. Я все-таки немножко становлюсь оптимистом. Из-за пессимистического реалиста я превращаюсь в некого оптимиста, потому что я пока не очень понимаю, как они будут дальше удерживать власть в стране, которая деградирует каждый день. Но посмотрим, посмотрим. Я вот на это хотел бы, в это хотел бы верить, на это хотел бы надеяться. И призываю все-таки относиться с оптимизмом к судьбе путинского режима. Я надеюсь, что его ждет скорый крах. Геннадий, если говорить о союзниках России, скажите, пожалуйста, насколько Китай, Иран, частично Индия, готовы дальше держать вот этого противостояния? Или вот уже появляется информация, что в чем-то Китай недовольный Россией? В чем-то он... Может быть, вот следующий год случится следующее, что Китай скажет, все, хватит, нам это надоело. Я имею в виду поддержка России и противостояние биполярного мира. Ну, Индия, мне кажется, мы пока зря сюда в отряд поставили Иран, Китай, Северная Корея. Индия не сотрудничает с Россией в военной сфере. Она покупает нефть, она покупает газ, она покупает что-то еще. Ну, Индия покупает просто. Просто покупает экспортную продукцию России. Я не слышал, чтобы Индия что-то поставляла всерьез по военной тематике. Может быть, конечно, есть какие-то схемы частных компаний, частных лиц, которые там через третьи-четвертые страны перебрасывают что-то в Россию. Но понятно, что это непрямое участие Индии в поддержке войны. Что касается Китая, тут, понимаете, объективно Китай Путина понимает. Он ему сочувствует. Даже если Путин их раздражает, даже если Путин сделал что-то не то, даже если Путин поставил Китай на грани, как говорится, осложнения с ведущими мировыми странами, Китай все равно понимает, что Путин – это их, как бы так сказать, близкий им по духу человек. Китай же тоже авторитарная власть, тоже там одна партия уже 70 лет у власти. И сколько? Ну да, 70 лет точно есть. Вот. Поэтому они это очень хорошо все понимают, и они морально, как бы так сказать, считают Путина из их, так сказать, породы, если так можно выразиться. Поэтому вполне возможно, что Китай будет продолжать потихонечку помогать, не масштабно, не для того, чтобы там вызвать серьезные осложнения своих отношений в мире с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом и так далее. Но все равно какая-то помощь от Китая будет. В том числе, там, удовлетворение товарного, технического, технологического, там, всякие стиральные машинки, автомобили, какие-то станки, там, они, может быть, не для военного сектора, а, может быть, уже и для военного сектора, то есть, двойного назначения. Прямых военных поставок, скорее всего, Китаю масштабных делать не будет. Но поддерживать экономически Россию, он, наверное, будет все равно предпринимать какие-то попытки делать и делает. Потому что он не на стороне демократической коалиции идейно, идеологически. Он все-таки тоже, Китай понимает, что любая демократия ему вредна. Ну, вспомните, там, ситуацию с Гонконгом еще недавно, как она развивалась, и не только с Гонконгом. И Тайвань-то почему Китаю не дает там покоя? Потому что Тайвань другую модель, значит, исповедует в управлении, там же демократия, там сменяемая власть, там выборы. Там есть все то, чего нет у континентального Китая, и поэтому Тайвань неплохо развивается. Это вызывает большие опасения у китайского руководства. Как бы народ не увидел, что там-то все намного лучше. Ведь из-за чего там конфликт в Гонконге был? Гонконг имел и продолжает еще иметь гигантское преимущество в качестве жизни. То есть там разница была восьмикратной, по-моему, если мне память не изменяет. Средние китайцы, китайцы, живущие в Гонконге, по качеству и уровню доходов и жизни отличались друг от друга, по-моему, в восемь раз. И это говорит о том, что можно за счет свободы обеспечить совершенно иной качество жизни населения. Вот этого Китай, конечно, не может не замечать и не понимать. И поэтому Путина все равно будет, какую-то помощь все равно будет оказывать. Вопрос в том, что, конечно, нужно с Китаем работать, и нужно сделать так, чтобы эта помощь была а, минимальной, а, не военной, не прямой военной помощи. ФСБ очень давит на Кремль, чтобы устранить также и Шойгу. Как вы считаете, вообще ситуация сейчас между ФСБ и Минобороны, она дальше есть накал, и имеет ли преимущество ФСБ? Ну, нет в России чисто выраженных межведомственных конфликтов. Это межклановый конфликт. Мы можем говорить там о клане Патрушева и клане Шойгу, давит ли там один клан на другой и собирается кого-то сажать. Тут, вот понимаете, Шойгу сейчас пятое колесо в телеге, по большому счету. Министр обороны на период войны выполняет второстепенную вспомогательную функцию. Он не командует армию, он не ведет боевых действий, он, в смысле, не руководит боевыми действиями. Он, по большому счету, даже не отвечает за итоги этих действий. Это делает главнокомандующий и начальник генерального штаба. Поэтому сейчас давить на Шойгу можно только в условиях действительно обострения межкланов противоречий. Вот если там какой-то клан хочет сожрать Шойгу, ослабить клан, поставить своих людей на какие-то должности, контролировать какие-то финансовые потоки и так далее и тому подобное, то в этом смысл есть. Если мы говорим сейчас о ситуации, связанной с изменением положения на фронте, то Шойгу, он, на него не влияет, по большому счету. Поэтому, когда вот такие вещи происходят, это похоже на сведение счета между различными кланами, но не попытки исправить ситуацию. Спасибо вам за этот разговор и я очень надеюсь, что так вы, как вы и говорите, по ощущениям, что 2024 год будет окончанием самого Путина. Это было бы прекрасно. Спасибо вам. Нагадаю, с нами был Геннадій Гудков, опозиционный политик. Вы же не забывайте подписываться, коментовать и делиться нашою разговой с родителями, друзьями и знакомыми. Меня зовут Игорь Гаврещак. Побачимось в эфире 24-го канала.